Ковид ударил по всем странам. Кроме ковида в Молдове дополнительный первый раз в последние 70-80 лет засух. Мы потеряли процентов 60 зерновых. Поэтому суммарно все эти факторы, конечно, дали этот результат, который дали. Плюс, я думаю, что очень серьезно Запад постарался. Три страны объединились все против одного. Запустили спойлеров на левом фланге. Традиционно, который голосует за кандидата от социалистов, за левого кандидата. Несколько тысяч, 14 тысяч МПО, кто работали жестко на этой избирательной кампании за Майю Санду. И, конечно, беспрецедентная мобилизация граждан Молдовы, которые временно находятся либо постоянно в странах Европейского Союза. Причем там это было с использованием админресурса на местах. Я об этом уже говорил, когда есть жесткие карантинные требования по отношению ко всем. А для Молдаван делают исключение. Тысячи человек сидят там, танцуют, поют, и полиция их охраняет. Поэтому понятно, что без админресурса это было бы невозможно. Я думаю, что Запад предъявит политический счет новому президенту Молдову. В чем он будет состоять, мы это еще увидим. Но выплаты по счетам обязательно будут требовать. И мне кажется, что это очень опасно для Молдовы. Потому что, скорее всего, позиция Запада, в основном Соединенных Штатов, будет спровоцировать какой-то очередной конфликт для того, чтобы затянуть Россию. И мы видим, первые заявления были как раз направлены на это. Это заявление против Приднестровья, заявление против российских миротворцев. И в начале января будет визит нового президента Молдова в Киеве. Вот если там будет единая позиция, как блокировать Приднестровье, я думаю, что вот это и есть политический счет, который должна будет заплатить новый президент Молдова. Нам повезло в том, что у нового президента нет своего правительства, нет парламентского большинства. И пойти на дестабилизацию, даже если не захотят. Ну, на данном этапе у них не получится, потому что у нас есть возможность все это заблокировать. Здесь не было просто избирательной кампании. И здесь было не то, что победит Дадон или проиграет Дадон. Я думаю, что здесь была более жесткая геополитическая игра и геополитический расчет. Потому что если мы видим и следим, что происходит вокруг России сейчас, мы понимаем, что все эти выборы в Молдове были частью этой общей стратегии. Мы будем добиваться досрочных парламентских выборов и как можно быстрее. Вот наша задача политическая, партия социалистов, моей команда, это досрочные парламентские выборы. Делать какие-то коалиции в этом парламенте, в этом составе, для того, чтобы добиться кресла премьера или чего-то другого, нас это не интересует. Вот досрочные парламентские выборы пройдут. На этих досрочных парламентских выборов нужно, если будет желание от наших потенциальных партнеров по левую флангу, можно сделать единый блок, единый фронт, объединить все силы против этой угрозы. Это для реальной угрозы. Это реальная угроза для государства, для Молдовы. А после парламентских выборов, я не исключаю, и такой сценарий тоже. Есть и другие. То, что мы будем активно участвовать в политической жизни Молдовы, это 100%. Кстати, я очень рад, что мы смогли убедить наших партнеров российских, чтобы продлить беспошлиный экспорт из Молдовы, импорт в Россию, молдавских товаров по пяти товарным позициям. Это и вино, это и консервы, это и яблоки. Это очень важно, потому что благодаря этим льготам мы экономим в год около 25 миллионов долларов. Что будет в следующем году? До досрочных парламентских, я думаю, что какой-то дестабилизации не должно быть. Потому что, еще раз, как я уже говорил, нет возможности у нового президента повлиять на внутреполитическую ситуацию и как-то блокировать Приднестровье она не сможет. Заявления будет делать, их будет много, потому что так будут диктовать те, которые ее курируют с Запада. Потому что понятно, что им нужна конфронтация здесь. Но после парламентских выборов, в зависимости от ситуации, в зависимости от того, какой будет политический расклад, мы будем делать все возможное, чтобы не допустить вот этой дестабилизации. Вообще я сторонник диалога. Я думаю, что на примере Молдовы нужно попытаться сформировать вот эту общую повестку между Западом и Востоком. Потому что миротворцы на Днестре, там не только российские миротворцы, там под эгидов БСЕ, у них есть четкий международный мандат. Там и украинцы, там и молдаване, там широкий формат. Ну ясно, основа, это российские миротворцы. Российские миротворцы обеспечивали мир, спокойствие все эти несколько, более двух десяток лет. Сейчас ситуация не такая уже спокойная для того, чтобы отказаться от этого механизма, инструмента сдерживания. Поэтому никто на это не пойдет. У нас была информация еще в сентябре, что ряд транспортных следств, которые используются для дипломатической почты, используются не по назначению. И это касалось не только России, у нас была информация, что и в других направлениях. Поэтому где-то в сентябре, в октябре, до выборов, у нас, ну на уровне руководства страны, мы приняли решение проверять все. Ну вот и нашли вот этот запрещенный груз. Конечно, сразу после этого оставлять дальше посла в должности, ну нельзя. Потому что, ну, это большой международный скандал. Поэтому было принято решение отозвать посла. И дальше пусть разбираются компетентные органы, я знаю, что они, там, у них есть очень много и доказательств, и соображений, но они пусть работают отдельно. У нас ситуация с ковидом хуже, чем в России. Потому что количество инфицированных на 100 тысяч намного больше. Насчет вакцины, у нас вакцины в Молдове еще нет. Я, конечно, готов вакцинироваться, но я неоднократно говорил, что только российский вакцин. Не верю я этим западным каким-то аналогам, которые быстренько сделают для того, чтобы показать, что не только российская вакцина есть, но есть и у них. Это как вот в период холодной войны была гонка вооружений. Мы сейчас увидели, что Россия сделала эффективный вакцин, быстренько они что-то сообразили и говорят, что у нас тоже есть. Ну, слушайте, рисковать этим я не намерен. И рекомендовал и рекомендую всем нашим гражданам, которые примут решение вакцинироваться, но только российская вакцина.